Новогоднюю ёлку устанавливают на улице Ленинградской. Она, как и в прошлом году, украсит участок в границах Куйбышева и Фрунсе. До этого конструкция украшала площадку возле здания Самарского филиала Третьяковской галереи. В выходные на пешеходные улицы уже разместили несколько арок с шарами и подсветкой. А сегодня сотрудники муниципального предприятия «Самара Горсвет» начали монтаж светодинамической ели. Высота готовой конструкции будет составлять 16 метров. На сегодняшний день устанавливается фундаментная часть с бетонными пригрузами, которые придают устойчивость конструкции. Каждая ветка оснащена светодинамической гирляндой, соответственно, и при комплексном монтаже создается вот этот эффект общей картинки. Кроме елки и иллюминационных фигур, чуть позже приступят к монтажу украшения «Звездное небо». Чтобы задекорировать территорию подвесными конструкциями с гирляндами, предусмотрены металлические фермы. Специалисты профильных служб стараются, чтобы задолго до праздников жители могли почувствовать новогоднюю атмосферу. Ее уже оценили Иван и Анфиса Кин. Пять лет назад они переехали в Самару из Приморья. Чистит, умирает, елочки уже появляются, все хорошо, красиво, все нарядно. В ходе установки иллюминации специалисты учитывают погодные условия. Таким образом, график выхода на участки может корректироваться в зависимости от объема уже выполненных работ. На сегодняшний день предприятие «Самары Горсвет» с задачами в рамках предновогодней подготовки справилось на 77%. Работы идут во всех районах города. В высокой степени готовности самый большой светодинамический фонтан, который находится на склоне у площади Славы. После сборки всех составляющих световых украшений их диагностика обязательна, чтобы не было сбоев. И оставшись в работе, иллюминация еще долго радовала горожан и гостей региональной столицы. Часть смонтированной иллюминации уже зажигается по вечерам. Скоро будут подключать и композицию у площади Славы. В полном объеме МП «Самары Горсвет» планирует нарядить территории до 20 декабря. Для этого продолжают трудиться 10 бригад. Также несет дежурство аварийная служба, чтобы при необходимости оперативно принять меры восстановить работоспособность элементов праздничного светового убранства. Декорированию подлежат участки вдоль уличной дорожной сети, парки, скверы, площади, набережные, аллеи и другие общественные пространства, включая территории, которые ранее были обновлены по федеральному проекту формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда», а также в рамках губернаторского проекта «Содействие». Город украшают не только силами муниципальных предприятий, профильных департаментов. К ответственной и одновременно приятной миссии присоединились собственники объектов потребительского рынка и услуг и другие предприниматели, предприятия, производственные сферы, социальные учреждения, финансовые организации и клубы. Подготовка к Новому году и Рождеству ведется и на внутридворовых территориях. С 1 декабря объявлены районные конкурсы. Светлана Кудрявцева, Петр Паломеев, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова